Заседание Совета при полномочном представителе президента в Приволжье объединило всех губернаторов округа. Говорят о медицине, ее доступности, качестве и возможностях. Полпред Игорь Комаров замечает, в системе здравоохранения округа есть серьезные проблемы. Проблемные вопросы здравоохранения в последние годы неоднократно обсуждались в формате различных окружных мероприятий с активным участием руководства Минздрава России. За прошедший период времени проведена значительная работа на федеральном и региональном уровне как по совершенствованию нормативно-правового регулирования сферы здравоохранения, так и по донастройке механизмов управления отраслью. По подсчетам экспертов Полпреда, почти 2000 населенных пунктов в округе не имеют медицинских организаций до ближайшей медпомощи минимум 6 километров. Нужны хотя бы минимальные условия для того, чтобы граждане могли получить хоть какую-то медицинскую помощь, настаивает Игорь Комаров. Губернаторам рекомендовано развивать сеть врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Полпред называет это задачей номер один. Если мы говорим о продолжительности жизни, о демографии, то это, знаете, как говорить о здоровье нации, от чего зависит. Конечно, много факторов, которые позволяют жить лучше, качественнее и дольше. И я считаю, что практически все эти факторы определены и составляют в основном национальные проекты, которые сейчас рассматривают. Я думаю, при успешной их реализации действительно качество жизни и продолжительность ее существенно изменится. Серьезные проблемы в Приволжье и с оказанием высокотехнологичной медпомощи. Жителям не хватает сосудистых и онкоцентров. Кроме этого, в регионах острый дефицит врачей-онкологов. В местных диспансерах не хватает 30% медиков. А в первичных онкокабинетах пустуют больше 70% мест врачей-онкологов. Кроме того, Мордовия, например, нуждается в новом корпусе онкодиспансера. Как сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, сейчас в стране реализуются национальные проекты, связанные со здоровьем. Чтобы, например, населению было куда обратиться, вызвать скорую помощь вовремя и сходить к врачу, чтобы это было к участковому терапевту, к участковому педиатру. И поэтому сегодня национальные проекты, есть национальные проекты, 8 федеральных проектов. Один из них первое место занимает развитие первичной помощи. А также 8 федеральных проектов. Один из них связан с развитием первичной помощи. Всем регионам выделяются деньги на приобретение и постройку фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и передвижных врачебных систем. Нужно лишь желание самих регионов. Юлия Паранова, Павел Талабаев. Наши новости. Ищебоксар. Юлия Паранова, Павел Талабаев.